В этом состоянии. Мне кажется, сейчас может выглядеть здесь эти парки. Я уже вижу, как всех дыркивают. Эти парк с самым большим буквами написан. Окей. Давайте, друзья, посмотрим, что получается. Не угадали. Дом душ, ну знаете, вот как бы... Слушайте, ну вы такие осознанные товарищи, когда мы рождались идеи, когда тут дети, когда тут надо мусор выбросить, за молоком сходить, пропылесосить, то и сделать, это сделать, и еще успеваете, как говорится, попасть в то состояние, когда приходят какие-то хорошие мысли для бизнес-девелопмента или мысли для вашего развития. Прикольно. Для меня точно неожиданно, но, видимо, моя конструкция психики по-другому строит, да? Там в другом. Тут должно быть из гигиенических факторов. Там тушь, туалет. Так, вот я вижу скуратов. Проблемное место во время кофе. Лес. Пляж. Горы. Минополис. Фитнес-зал. Ишли труд. Гор Матюшина. Чиханама. Чиханама. Какие еще тут есть варианты? Бизнес-инкубатор. Школа 21. Дон на диване. Дорога на инвестиционные. Горь. Сочи. Красиво. Айти в парк Набин. Челны. Немец. Что написал слово «Немец»? Это, наверное, кофейня. А что вы имели в виду? Кофейня. Кофейня. Казань, да? В Аминске тоже есть. Да. А потом? Это потом, может, в Аминске приехать. Так. Офис у Планета. Паркетологи не теряются. Офис, а какой-то сразу. Можно следующий слайд? У меня, кстати, новая идея. Я раз об этом сказал. Мне во время пробежки. Я его заметил, когда я бегаю. Видимо, как-то мозговая деятельность как-то не ровно как-то очищается. Освобождает пространство для того, чтобы у тебя что-то пропорционирует. И не слипает. Идея этой встречи тоже пришла во время пробежки. Появился антипатка небольшого лева, который мы, когда мы его планировали, мы подошли с той точки зрения, чтобы создать пространство, такую точку, не побоюсь роста, не только для Казани, ну такое первую точку касания для большой широкой аудитории. Потому что, ну как бы антипарк, бизнес-центр, и вот мы тут собрали игры в спорте, университет третьего возраста, там будет прекрасный зал, там и кто может быть с ковольникой работать на втором этаже, где предлагается найти обувь и ходить в пешком, чтобы он был босиком. и много-много других прикольных трюшек для того, чтобы человек попадал в какую-то интересную новую среду. Я безусловно верю, что бытие придет сознание, то есть очень сложно мыслить, думать, когда у тебя не обустроен дом, двор, мусор, где-то может быть непонятные люди, какая-то может преступность или еще что-то, и когда ты попадаешь в сообщество единомышленников, когда ты видишь, находясь в бизнесе Кубака, легковольники, это чувак, не ленится, изучает тайм-менеджмент, фигачит свой бизнес, а ты думаешь, блин, а почему не получается? Ты понимаешь, что ты просто прокрастинируешь, очень долго, очень успешно, а как ты видишь его, соседа, по-двоему, успешного предпринимателя, общаясь с ним, человек тоже, лайк, как он, в этом, очень простой, как говорится, делай то, что делаешь, и будет то, что будет, да, в этом плане. И для нас тоже было очень странно удивительно, потому что, когда мы это все начинали, первую сваю в IT-парке Башера-Ромеева, Фанга-Кол, как говорят, 7-го февраля, мы прекрасно понимаем, помню, что начался СВО в феврале, стройка не была остановлена, прийти вот этой напряженности, всего-всего, что как бы сейчас окружает. Мне говорили, какие эти компании, все они уехали, точно не вовремя начинаете, бюджетные деньги на это тратите. И мы сейчас просто столкнулись с тем, что просто при той компании, мы хотим переехать или расширяться, а мы не можем, у нас нет такой возможности уже в стране, в том числе. И я просто здесь вижу очень много классных ребят, студентов, студенческие стартапы, вижу ребят, которые, как-то вот эти, поколенческие, наверное, отличаются. Там на Петербургской 52, в Ронополисе. Не знаю почему, но вот каждая среда имеет свою подопреденную специфику. Здесь тоже имеет такой, как бы, набор уникальных качеств в центре города, капа, все по поншую, все как бы рядом, все удобно, проходи. Ну и первый этаж тоже нас не может не радовать. Первый этаж стал, так и знаете, бесплатно каворгингом, там с утра до ночи люди работают. Неважно, как бы, чем работают, ведь у них работают звиквально, журналист, там, музыкант, все у нас, архитекты, наверное, собираются там, работают. Очень важно, что такое перекрестное опыление происходит у людей разных профессий на нашей площадке. И это задает то, что нам первично именно люди, но с другой стороны, это, как знаете, что важнее, да, и что первичнее, яйцо или курица. Как бы, с одной стороны, мы говорим, да, кирпичей с нами не имеет значения, но когда кирпичей с нами нет, ты людей как-то не можешь, как бы, организовать, да. Когда здание появляется, появляются иллюзии. Вот одно без другого не бывает. Вот такая, как бы, диалексика, к ним нужно, в чем правильно относиться. Я считаю, что, безусловно, важным конкурентным преимуществом в нашем духе является вот это именно инфраструктура. Не в чисто видео, как IT-парк, а инфраструктура в широком смысле слова, типа, ты получаешь или решаешь все, что тебе необходимо для бизнеса, да, начиная просто от того, куда детей в садик отдать, заканчивая объектное рабочее пространство. Мы пошли в муниципалитеты. В муниципалитеты. Тоже достаточно плохо считалось в какой IT-то? В бурлате. В ОК, в Казани, в Северной полиции. Ну, ковид это как-то дал понять удаленные рабочие места. Если ребята живут в разных городах, работают на Яндекс, на казанской компании, они просто мне пишут, проведите наконец-то мне оптику в деревню. Там, в деревню, там, ну, человек, там, живопродительный, там, родители, старелые, там, на области. Удаленные рабочие места, там, неважно. И мне есть ощущение, что рано или поздно произойдет некий такой, может быть, квантовый скачок, когда программисты, разработчики, инженеры, как люди более осознанные, будут стремиться с городов вообще приезжать. Как бы, вселятся какие-то такие поселки, если можно выразиться, да? Как бы, найти деревни с правильным, там, местным самым управлением, чтобы там нормально было писать ПСЖ. И вы там можете масляницу организовать, и ту организовать, и это. Сами же идите, что там ближайшая полицейская поселка, какое-то там место рекординг организовать. Мы над этим тоже сейчас думаем. Такая вот, в главе, как бы, наша команда не только сомнится о том, что создать, попробовать найти какую-то инвестиционную составляющую, о том, чтобы подобраться к теме строительства жилья, где люди по интересам смогут проживать и работать, при этом не загружая в городской конструкции. Но, тем не менее, вот в муниципальных территориях мы начали сработать. Вот в этом году из Анатольца будет у нас есть периметри Чистополь, очень тоже непростой, сложный город, молодежь оттуда уезжает. Ну, и ряд других территорий, которые мы работаем, в первую очередь, конечно, с маленькими компаниями и с ребятами, которые сейчас являются школьной аудиторией. Теперь завершающая часть моего выступления. Куда мы как бы целимся, куда мы хотим прийти? Тоже не хочу там как-то перегружать, в какие детали уходить, кому надо будет интерес, у нас много стратегий, планов, программ, можете на нашем сайте почитать, посмотреть. Я специально умышленно не говорю про госсектор, потому что здесь у нас аудитория связана с бизнесом. на что мы делаем ставку, или хотим делать ставку, или, по крайней мере, фокус внимания на эти пять направлений будет сфокусирован в ближайшее время нашей команды. Давайте сначала опросы. Можно тоже такой, наверное, на мой взгляд, хотелось получить обратную связь. Если бы вы могли мгновенно обучить всех татарстанцев одному цифровому навыку, какой бы вы выбрали? Мне кажется, сейчас мы получим самые неочевидные ответы, потому что они невероятно креативные. исходя может быть из того, что у вас есть персонал, люди приходят на работу, все люди называются, нормальные люди найти невозможно, джунов на рынке полно, а вот сеньор мигал, чего татарстанцам не хватает, таких цифровых навыков, или может быть больше в широком понятии, мета-навыков, которые было бы прикольно, чтобы, если это все было вот так, наверное, вам бы легче поработалось, бизнес как-то вам успешно продвигался бы, да? У нас есть уже более слабые, да? Давайте посмотрим. Программируем, да? То есть значит так, что как будто все давно ведь программируют, да? анализ аудитории, инфобес, excel, prompt, я вижу prompt, да? Буду вылезать большим моделям, sbb, надо еще учесть, что люди системы поддерживают, тут даже госуслуги написано, то есть кто-то им не умеет пользоваться. Гуглить, логика, gpt, оплачивать, читать, 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 да? Интересно. Отключить от голосовых сообщений? Ну, это невозможно. Кстати, а почему голосовые сообщения с этим сразу и в бедочке стоит? я даже не понимаю, почему у людей это не перемирать, издражать, сконтилы, наверное, на этом все не есть. А? Скорость восприятия низу. что? Неуважение ко мне не считающих не считающих не считающих а мы же сказали быстро а почему не надо подумать потому что чтобы написать правильные сообщения а ты проговорил и все должны зайти прослушать видится как неуважение в большом счете в телеграмме можно поставить кнопочку и она выдаст этот текст Нет, так право, потому что не успев сформулировать мысль они мысли пока записывают Ну, это на отвлеклись, да? Так, а что тут сделали сейчас? Да, да, да. А, группировали, да? А давайте группируем такие хорошие кнопочки видите? Чувак научился пользоваться системы опроса Опять, понимаете, было прикольно на тех клайдах он тоже группировался опрограммировать инфопес финансовая грамотность мобильные приложения писать рамки искать информацию аналистика 1С самообучение и защитная информация да? Прикольно Можете ли еще раз в моей презентации? Так Мы видим большим таким вызовом к которому мы хотим как-то правильно поступиться научиться делать экспортные сделки в области вот если мы с вами занимались какими-нибудь черни, маслотер-бетонным заводом и тоже как представить экспортирующие вагоны что-то грузить везти у нас такая деятельность что ты экспорт делаешь по кнопке Enter на ноутбуке как будто нам сам Бог велел этот продукт интеллектуальный просто продавать за пределы не только России но за пределы за пределы не только это основные за пределы России как будто вроде как будто понятно вроде даже очевидно но мы системных как бы не сделать на движении то ли не умеем то ли не хотим тоже какая-то наша но наша безусловная вера в том что мы хотим вместе с вами с индустрией собирать правильные инструменты позволяющие нам как минимум экспортировать дружеские страны экспортировать страны исламского мира в конце концов да от Ирана там Саудовской Аравии заканчивая большим рынком как Индонезия самая большая мусульманская страна 270 миллионов человек не два раза больше но тем не менее это сумасшедший численность вот как раз мы анализ сделали средний возраст в Индонезии давайте обратить внимание наверное 30 минут 26 тысяч очень молодая страна с очень такими интересными как бы емкостью рынка например то есть первая ставка на которую мы собираем силы это научиться продавать продукты и отсосы в том числе татарстанские компании за рубеж начать с элементарно вот здесь у нас коллеги в Узбекистан 38 миллионов человек спрос большой более того как в Узбекистан скажем так не подсанцами Узбекистан продает свои решения по Америку и так далее и тут можно создавать правильную как бы коллаборацию правильную в Узбекистан следующий слайд следующий вопрос включите пожалуйста а теперь надо уже наверное не гипотетическую татарстанцию а именно может быть примитили к вам лично или примитили к вашему сотруднику вашей компании такой навык или компетенцию считается самым важным для специалистов айти сферы в пункциях мы уже программируем не умеем наверное у вас будет разработчик на работу давайте шиши возьмем и кремов и полноров и всех которые задействованы в помощи айти специалистов да что на власти не хватает ли какой навык нужен современных здесь и сейчас явно вы это ощущаете сотрудник своих компаний так больше ста давайте посмотрим что получается коммуникация очевидно начинаем сами сами мы не умеем как вообще может договариваться коммуницироваться вот этот правильный нетворки уметь тружить уметь взаимодействовать такой навык вот эмоциональный интеллект находится кто-то настойчиво пишет ромтить логика аналитика терпение гуглить нейросети есть нейросети разумеется тайм-менеджмент русский язык тянуть самообучаемость чувствительность коммуникация красота преданность работа в команде давайте обрубируем что получится гибкости управления проектом гуглить поиск информации гуглить гуглить информации еще будет больше коммуникации критическое мышление кто-то эмоциональный интеллект ума огонь можно заставить наверное этот вопрос предосвещает у нас вообще задумка создать цифровой университет мы его называем евразийский цифровой университет если задача не будет компания у вас не будет развиваться он скорее всего будет или сеньор и помимо того что он что-то умеет с точки хардскиллов твоих навыков как будто уступит какой-то момент когда человеку требуется вторая волна развития софтскиллов а еще лучше мета-навыков критическое мышление решение сложных задач у нас мы просто часто видим люди не имеют сложных задач он вроде умный вроде умный с хорошим образованием при возникании проблем он не умеет не уменьшаться он не умеет декомпозировать он не умеет кто испугался или как будто вместо кратчайших путей вместо анализа он начинает наоборот синтез делать это усложняет проблему что еще можно адаптивность к изменениям кого-то этот университет мог бы дать навыки которые просто нужны здесь и сейчас с точки зрения бизнеса с точки зрения IT и метод-кактивные навыки мы называем полный год в названии MBA для разработчиков у нас есть MBA для классических компаний финансовом анализе учат учат чему-то чему-то и как правило нормальные фаундеры нормальные основатели компании таких людей с таких диплом никогда не против компании потому что они в том мире закончил кстати я тоже закончил они зашоренные по рейсингу тут нужно очень внимательно смотреть что такое MBA в современном мире в том классическом мире и мы хотим такое как бы разработчиков образованию в той сфере в которой мы здесь интересовываем сделать так чтобы мы прокачивали нашу как бы аудиторию наших сотрудников наших специалистов с точки зрения какого-то трека который позволяет персонифицировать это гибридное обучение часть онлайн а часть интенсив да приятных сходов в воскресенье на какой-то площадке пророже интенсивы с ментором с наставником делает сложный проект умея решать того что компания тебя может пока просто не допускает как второй милот его не посадят за первого пилота он не налетает на минут 10 лишь часов на самолете а как его еще по-другому научить да если у нас первый пилот командира воздушных судов не хватает брать его или на симуляторе под присмотром на маленьком самолете с интересными проектами в гибридной форме обучения за второй наш тест куда мы как бы тянуть третье направление давайте вопрос вы тут все время про фронтинг говорили я думаю это сейчас касается искусственного интеллекта давайте мы просто тоже если ответим вот какое необычное применение технологий искусственного интеллекта вы бы предложили на улучшить жизни вашим родным горе разношен, чем и обеих нижних а все кто-то его просто слышим LLM языковые модели искусственный интеллект NVIDIA там уже с первых полос в последние месяцы не вылезает в компании чтобы просто разделиться на обетованную землю мне как человеку вам человеку что мы могли бы делать можно прочувствовать использовать в нашей обыденной жизни городской жизни это повысило комфорт безопасность эффективность в конце концов можно ли это приспособить и к этой теме как бы к этому снаряду подойти интересно ваше мнение послаждение и к таким дочкой отец под lack